Всем привет, с вами Трофанович, и добро пожаловать на новый выпуск Дальше Конечный, от Барыбина до Жилёва. Да, сегодня мы проедем именно этот участок. Вопрос, почему я так бегу? Ну, ответ в том, что очень классное расписание. Сразу мы видим состояние Барыбина, а пока я бегу на свою электричку, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой YouTube и телеграм-каналы, это меня очень сильно поддержит. Сразу говорю, во время записи голоса я болел, поэтому могут быть некоторые забатки. И сейчас у нас наступает достаточно атмосферное путешествие. А вот и прибывает моя электричка, это 4М номер 0315, вот станция Барыбина, и сейчас вы просто смотрите, сколько выйдет людей. Очень много народу. Сейчас я ускорю то, что мы переходим между тамбурами, и сразу начинаем перегон Барыбина-Вильяминова. И, кстати, все перегоны на поелецком направлении достаточно прямые. Кривые перегоны заметны только после ожерелья и между верхними котлами поелецким вокзалам. Во всем остальном поелецком направлении практически прямое. Таких направлений в Москве достаточно мало. Могу еще назвать, к примеру, Ленинградская, Рязанская, ну и Ярославская. Все остальные хоть как-то там виляют. А пока мы начинаем такое небольшое душевное путешествие. Станция Вильяминова была построена в 1900 году в поселке Вильяминова городского округа Домодеда Московской области. Имеет две платформы и три пути. Уже после Барыбины начинает экономить на платформах. Находятся они вот примерно так. Интересный факт. Деревня Вильяминова находится в городском округе Домодедова. А станция спорная между Домодедовским районом и Ступенским. Так что формально мы в двух городских округах прямо сейчас. И, кстати, вы видите, что от холода все стекла в ведре, можно сказать, намылились. Так что путешествуем так. Домодедовским районом и Ступенским. Мы на станции Привалова. Она была открыта в 1900 году в Ступенском районе Московской области. Имеет три платформы и трое путей. И, в принципе, больше говорить нечего. Просто посмотрите на эту станцию. Точнее, платформу. На Врал сейчас покажу третью платформу, которая способна принять только два вагона любого поезда, проходящего по третьему пути. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ох, сколько народу выходит на Микнио, которое было открыто в 1900 году и находится в Ступенском районе Московской области. Имеет три платформы и десять путей. Здесь находится пересадка на электричке в сторону Детково и Куарской. Также летом с Пейлицкого вокзала отправляется прямая электричка до станции Яганово. В них происходит разворот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... медиа экраны и нормальный навес и нормальная инфраструктура уж явно видно недавно реконструировали эту платформу и вот вы только посмотрите на этот снег а Кто здесь друг, в мире враг Кто хочет стать победителем Кого подталкивают на окраину города И кто все потеряет День рушит за крышей Украденная бытиь Мы не считаем, не бояться День рушит за крышей Украденная бытиь Мы не считаем, не бояться Похоже, что никаких изменений ожидать Не стоит Не стоит Становится все холоднее и уже Ты мне скажи, что нам делать День рушит за крышей Украденная бытиь Мы не считаем, не бояться Здесь рушит за крышей Украденная бытиь Мы не считаем, не бояться Мы не считаем, не бояться День рушит за крышей День рушит за крышей Итак, станция Жиле была построена в 1900 году в Ступенском районе Московской области. И здесь находятся две платформы, одна низкая, одна высокая, низкая для электричек Большого Кольца, а также отсюда можно уехать только в Студу Куавской. Давайте заберёмся на эту чудо-лестницу, которую даже чистить не думают, вообще никак не думают. Субтитры создавал DimaTorzok Выдвигаемся на выход в сторону запада. Как раз внизу находится низкая платформа и вокзал станции Жилю. Ряда с вокзалом висит вот такое списание, вот такой позор. То, что данные тарифы не действуют. Потому что цены подожали с 30 рублей до 33 за зону. А вот и, кстати, сама низкая платформа, которую завело. Уж слишком редко теперь сюда ходят электрички из ББО. А пока приезжает моя электричка домой, всем благодарю, спасибо за то, что досмотрели до конца. Уже в следующем году будут выходить как можно больше роликов. Так же, как и всегда, про метро и железную дорогу. Надеюсь, эта тематика многим нравится. Как и, естественно, мне тоже. Ну и желаю всем удачи и всем пока. Пока.